Друзья, всем привет, Джук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Рассмотрим ситуацию с биткоином, с альткоинами, соответственно, разберем, насколько ситуация страшная или насколько ситуация, наоборот, благоприятная для покупок. Рад приветствовать новых зрителей. Не один год я уже занимаюсь криптовалютой, только ютуб-канал я уже больше, чем два года веду. Поэтому жми кнопку подписаться и будем разбираться, что нам стоит ожидать от рынка. Начну я с того, чем закончил прошлый выпуск. Прошлый выпуск был не 4 назад. Была безумная паника на просадке биткоина. От уровня 14 тысяч мы пошли вплоть до 9500. Все как один кричали о том, что мы дальше пойдем на уровень 7-8 тысяч долларов. Ну вот я так смотрю, я и еще там пара трейдеров, которые находятся в медиапространстве, обратили внимание на то, что слив у нас был абсолютно необыкновенный. У нас сильнейшим образом маркетмейкер защищал уровень 10 тысяч долларов. И там действительно были жесточайшие проторговки, вплоть до того, что у нас спред по стаканам был более 800 долларов. И для людей, которые давно в рынке, реально наблюдают за ним, вот такая защита уровня, она на самом деле говорит о многом. Действительно было такое жесткое вытряхивание, там и люди, которые у меня находятся в закрытой группе с моими ежедневными обзорами, они в панике были преимущественно все. Потому что то, что мы там устоим зону 10 тысяч долларов, но на самом деле на тот момент никто не верил. Ну тут нам дал маркетмейкер подсказку, то что данный уровень не собирается сливать, там были безумные деньги вложены в то, чтобы удержать этот уровень. Ну и соответственно мы с вами смогли наблюдать поход к уровню 12 тысяч долларов. Все обрадовались, но ненадолго сейчас биткоин у нас откатился, торгуется в уровне 11.200. Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что уровень по биткоину 11.200, это тоже довольно знаковый уровень. Но все же уровень, который покажет, что мы можем пойти дальше в нисходящем канале, это уровень 10.600, 10.800. Но сейчас опять активизировался покупатель, ниже 11.000 нас там буквально на пару моментов закинули. Там опять мы должны были обратить внимание на то, что все это дело происходило на довольно низких объемах. И маркетмейкер закинул объемов, что мне дает возможность говорить, что вероятнее всего в средний срок мы опять будем наблюдать за продолжением роста. Поэтому предлагаю посмотреть сейчас биткоин более локально на графике. Также с вами разберем ситуацию по альткоинам в средний срок. Так, давайте с вами посмотрим на рынок. Кто-то мне пишет по поводу этой биржи, кстати говоря. Я пользуюсь несколькими биржами, но эта биржа моя основная, самая удобная для торговли. Вот, блин, на самом деле этот лонг я дал в своей закрытой группе, хотел сейчас дать, но вот он уже пошел. Давайте сразу, раз уж оно так получилось, я покажу. Это не реклама, сразу говорю, просто действительно я веду ежедневные обзоры. И сейчас я вам даже открою. Вот я показывал, писал, объемы на покупку достаточно агрессивные, могут дать локально заработать до 11900. То есть, ну, 11700 до 12000. Потому что в том уровне мы, вероятнее всего, остановимся опять на консолидацию, либо на тест этого уровня. А вот это уже будет реклама. Если вы хотите подписаться на мои ежедневные обзоры в Телеграме, потому что видео я не каждый день выпускаю, то в описании можете найти форму на подписку. Стоимость там копеечная, 7 долларов в месяц. Я там не даю никаких сигналов, я там описываю свои реальные сделки и свои соображения по рынку в моменте. Поэтому, если вам интересно, заполняйте форму ниже, с вами свяжется модератор. Раз уж начали с этой сделки, вот смотрю на мелких таймфреймах. Соответственно, вот оно будет подтверждение на 11400. Потому что, ну, здесь логично, что здесь должна быть остановка из-за того, что здесь предыдущая консолидация находится. Ну, и, соответственно, там полет где-то до уровня 11700 плюс-минус. Ограничение сделки здесь должно быть, знаете где? На уровне ниже этого, во-первых, во-вторых, который является глобальным. Это уровень 10800 долларов. Ну, то есть, вот эти вот зоны где-то. 10800, 10600. Но такую локальную сделку лучше повыше закрывать. 10800, соответственно, если она не зайдет. Ну, и сейчас локально смотреть рынок, на самом деле, дело не очень благодарное. Давайте рассмотрим его более глобально. Соответственно, вот на этом сливе у нас очень-очень-очень все боялись. Здесь были бешеные объемы. Актив откупили. Что стоит сейчас ожидать? Объемы периодически добавляются. Плюс нам показали, что этот уровень довольно важный. Здесь, да, может быть два развития события. Но оба они среднесрочно приведут нас к пробою 12500 и по ходу там к хаю вплоть до 13500. Самый хороший вариант, вариант, который я все же ожидаю с большей вероятностью. Это где-то здесь мы будем консолидироваться. Вот в этом уровне болтаться. В итоге это все дело пробьем. И в уровень 13500 уйдем. Плохой вариант, это вот здесь вот у нас с вами находится линия поддержки. Мы можем еще разочек сходить ее ретестнуть. Но все равно, я думаю, с ретеста будет выход вверх. Потому что, раз, еще раз говорю, здесь была дикая защита уровня. Два, думаю, в очередной раз этот уровень не сдадут, учитывая, какие здесь были объемы. Поэтому вполне вероятно, что мы также проколем там в уровень 9800-9500 свечкой. Но все равно выход в средний срок здесь только вверх. Это все-таки более бычья модель. Даже не более бычья, это абсолютно бычья модель. Поэтому все же в средний срок, причем, я думаю, учитывая то, что мы сейчас уходим на выходные, вполне могут эту манипуляцию на выходных провернуть. Но не провернут на выходных. То есть, если на выходных, например, у нас будет либо манипуляция все-таки с походом вниз, либо боковик, в любом случае, здесь, ну, знаете, как говорится, куда ни крути, все равно выход должен быть вверх. Теперь давайте с вами посмотрим мальткоин. Основные позиции у меня в рипле, в стелларе у меня. Смотрите-ка. Вот так вот. Ну и так далее. Да, страшно. Смотрите, как все катится, 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 катится. Теперь жмем на 4 часа. И наблюдаем такую ситуацию. Вот она, прошлая консолидация, где у меня получилось довольно немало заработать. Там с 30, с 28 центов я тут прокатился. Соответственно, дальше вроде такой резкий откат. Но хочу обратить внимание, как мы сильно держим уровень. Уровень держим капитально. Пробой за 37,5, даже, ну, за 3, вот была тень свечи, за 37 пробой, ну, очень маловероятен. Плюс довольно немалое количество объемов нам все время подливают у этих уровней. Когда мы с вами прострелим минимум до этих поддержек, а это 0,45, это вопрос времени. То есть, то, что актив здесь будет стрелять, то, что актив здесь будет давать какой-то процент, причем хороший процент. Ну, это я, знаете, привык говорить вероятной системе. Но это прям очень сильно крайне вероятно. Даже если цель какая-то более глобальная, чтобы пойти куда-нибудь вниз, что, ну, маловероятно. Все равно мы будем от этого уровня получать какой-то ретест. В любом случае, там уровень 43, 43,5 там уровень, 43,5. В любом случае, этот уровень мы пощупаем. Поэтому здесь вижу смысл просто проявить спокойствие и терпение. И так почти по любой альте. То, что альта будет стрелять, потому что почти у всей альты вот такая вот ситуация. Это определенно. Также по эфиру. Эфир вообще отлично смотрится. Эфир находится над каналом проторговки. Здесь явно набирается ликвидность. И, в принципе, ожидать по эфиру выстрела туда же в уровень 350-375 долларов вообще легко. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что все-таки я говорю о среднесрочной перспективе. Локально, да, есть куда опуститься, но не сильно. Там 291, 275. Я по сколько эфир набирал, сейчас вам скажу. У меня средний закуп по эфиру 289. Ну, сейчас даже чуть-чуть в плюсе. 289, там, ну, то же самое. Не знаю, я считаю, что с каким-нибудь стопом за, ну, вот ниже обязательно, где-нибудь с каким-нибудь стопом под 260, ну, рискнуть можно вполне. Да, это рисковый трейд, но он должен будет себя окупить. По крайней мере, по моему мнению, новостной фон благоприятный. Рынок сейчас уже, правда, меньше показывает свою жизнь, то есть, очень снизилась волатильность, очень снизились объемы. Но маркетмейкер всегда поддерживает уровни. На каждом движении у нас сразу же вылезают ордера более мелкие, на которые тоже стоит обращать внимание. Тоже более крупные ордера, это, как правило, ордера ботов, маркетмейкера. Более мелкие уже показывают настроение покупателей. Действительно, как только сейчас начинает чуть-чуть расти биток альта, люди сразу вкидывают деньги. Правда, другой момент, что как только начинает чуть-чуть падать, они этого боятся, тоже поддерживают падение. Но здесь уже маркетмейкер показал с уровня 8700 до 13, какое вообще направление. А потом еще подтвердило это на 10 тысячах, какое там направление. Я думаю, что стоит ожидать как минимум роста к предыдущему хаю. Я выше, говорит, пока не готов, потому что там можно сказать, разве что, основываясь на предыдущих движениях, что тоже не совсем верно. Но, извините, на пробитии 14 тысяч долларов нас вообще вплоть до 17 могут докинуть. Я не знаю, откуда взялась зона 15 тысяч. Там реально сильное сопротивление в уровне 17 тысяч. Говорить о таких цифрах, скажу честно, сейчас некомфортно. Но говорить о возврате хоть и к дутому, но хаю вполне вероятно. Причем, если честно, на будущее, я думаю, что вероятнее всего нас дотуда прокатят. Там людей засадят с целью как раз-таки на те же 17. И дальше мы уже пойдем на какую-то крутую коррекцию. Но пока что ничего такого сверхъестественного по рынку я не наблюдаю. Считаю, конечно, что сейчас вот этой мышиной возни и суеты нужно как можно меньше. Напоминаю, если вы хотите получать мой ежедневный обзор по криптовалюте, форум на закрытый канал, вы сможете найти в описании. Лайк, подписка, комментарий. До следующего выпуска. Работаем.